МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастники не только помнят его подвиг, но и многое делают для патриотического воспитания молодежи. Во время праздника реконструкторы из Белоруссии и России показали жителям и гостям города эпизод форсирования Днепра 15 октября 1943 года. Во время освобождения Лоевского плацдарма погибло более 12 тысяч красноармейцев. Завершило торжество праздничное шествие. По центральной площади города прошли военнослужащие, пограничные комендатуры, РВД и МЧС. Колонны воинов-интернационалистов сменили юные жители района. 23 звонка поступило на прямую телефонную линию, которую провел помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Жители региона поднимали вопросы строительства жилья для многодетных, трудоустройства, озвучили земельные споры. Юрий Шулейко обратил внимание. Прямые линии особенно актуальны, как форма общения с гражданами в нынешней эпидситуации. В процессе общения определяются адреса, по которым нужно выехать, привлечь специалистов, а также проблемы, которые требуют досконального, глубокого изучения. По некоторым темам даются разъяснения, подчеркнул помощник президента. Орден матери вручили 22 жительницам Гомельской области на торжественном приеме, посвященном Дню матери. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей констатировал, что именно женщины-матери стоят у истоков формирования семьи, общества. Он подчеркнул, что белорусское государство оказывает большое внимание поддержке материнства, созданию комфортных условий для воспитания, обучения детей. Весомая поддержка оказывается многодетным семьям. Сегодня в области их более 18 тысяч. Особого уважения заслуживают приемные мамы за их труд, душевную щедрость и заботу. Всего в регионе 502 приемные семьи и 50 домов семейного типа, в которых окружены любовью и вниманием почти 1200 мальчиков и девочек. В Беларуси в 11 раз прошла акция «Чистый лес», которая организована по инициативе Министерства лесного хозяйства. Во всех регионах страны волонтеры наводили порядок в лесу и помогали с посадкой новых деревьев. Сотрудники Гомельского облсполкома, например, работали в лесу около деревни Цикуны Гомельского района. Они засаживали соснами и березами участок площадью около двух гектаров. Он появился в результате вырубки спелого леса, который пошел на переработку. Всего в ходе акции на Гомельщине благоустроили около 400 объектов, посадили более 500 тысяч молодых деревьев и восстановили 22 зоны отдыха. На помощь лесхозам вышло около 7 тысяч добровольцев. КОНЕЦ